Guten Morgen, Zoaline! Как вы уже догадались по этому приветствию, мы сегодня будем говорить об английском языке и о моих, ну, очень сложных с ним взаимоотношениях. А на эту тему меня натолкнуло комментарий одной из наших слушательниц из Москвы. Она написала такую фразу, которая буквально очаровала. Она сказала, я записалась на курсы, на трехмесячные курсы английского языка, ну, значит, разговорный английский у меня уже будет. Ну, решенный факт, факт уже почти совершившийся. Мне это напомнило, когда я уезжал в Канаду, мне было 40 лет, раньше я учил немецкий, как и жена моя, к сожалению. И поэтому я спрашивал, ну, волновался очень, спрашивал, как вы думаете, как долго у меня возьмет, хорошо, свободно совершенно говорить по-английски. Мне говорили, 6 месяцев. Я говорю, да. Может, все-таки годы? Да нет, ну, что там, целый год. 6 месяцев. Ну, вот прошло уже 25 лет, и я все еще жду, когда же придет это совершенно свободное владение английским, и акцент исчезнет, но чувствую, не дождусь до конца своей жизни. И в связи с этим, вот еще один наш зритель нашего канала, он попросил меня сочетовать по-английски, чтобы он смог, ну, если он преподаватель английского, чтобы он смог посмеяться. Ну, а если он не преподаватель английского, а просто изучающий английский язык, то, наверное, ему покажется прекрасным. Ну, вот поэтому я сейчас поговорю по-английски и посмешу преподавателей английского языка. Hello, my name is Victor. I live in wonderful city of Vancouver, and my English is getting better and better every day. I have wonderful time speaking it, and especially everybody likes my pronunciation. Sense a lot. Правда смешно? Да, акцент очень сильный, и у меня есть плохая новость для тех людей, которые надеются быстро изучить, то ли в Штатах, то ли там в Англии, в Австралии, в Канаде, на месте, мол, в этой атмосфере. Я быстро, очень быстро владею этим языком. Так вот, есть такое правило. Вот сколько вам лет по приезду в страну англоязычную, столько месяцев у вас займет более-менее, непрекрасно, а более-менее нормально говорить на английском. То есть, если вам два года, значит вы спокойно, свободно загорите через два месяца. Если вам 10 лет, через 10 месяцев, но если вам 60 лет, через 60 месяцев, то есть через 5 лет. И то еще, это так, более-менее прилично. Конечно, бывают исключения. Бывают исключения, и есть люди с разными способностями, и некоторые фантастически быстро схватывают язык, и акцент у них куда-то исчезает, и как ни странно, а может и не странно, люди, музыканты, у которых хороший музыкальный слух, они как-то слушают музыку, мелодию языка. И я видел такие примеры, которые действительно так, что, ну, если вы музыкант, то вам повезло. Вот. А если вот, как мне наступил медведь на ухо, ну, тогда уж не обессудьте. Да, так я сказал, что мы, значит, учили немецкий, а когда уже ближе к 40, мы решили эмигрировать, ну, я решил, надо выучить английский. Ну, естественно, я же его очень быстро, я же такой способный. Вот. Я его очень быстро освою. И начал учить, вы не поверите, с преподавателями с КГБ. Тогда уже такие времена были перестроечные, они уже тоже искали каких-то заработков, и вот такой молодой парень был. Мне трудно сейчас, насколько он сам хорошо знал английский, потому что тогда я совершенно его не знал. И мы с ним стали заниматься какой-то там КГБшной методикой, я думал, ну, уж там-то научат. Ну, как-то с полгода, наверное, мы с ним прозанимались, как-то особо заметных результатов никто не заметил, я в том числе. Ну, я думаю, ладно, зачем мне КГБ, я же сам такой умный. Придумал собственную методику, записал, сел в тетрадку, как сейчас помню, такая тетрадка, похожа на амбарную книгу. Там тысячу сначала, там две тысячи слов, потом три тысячи слов. Вот. И думал, вот я выучу слова, а произношение оно потом само откуда-то там возьмется. Вот. И как я их учил? Я детей просил, чтобы они меня проверяли. Вот они берут эту книгу и спрашивают, а как будет по-английски, там то-то или сё-то. И потом наоборот, они произносят английский, я стал должен был на русский, или они на русский, а на английский. Угадайте, что произошло. Пока дети меня гоняли по этим словам, они выучили их сами. Ну, потом через какое-то время я тоже выучил эти слова. Но произношение, вот это была большая ошибка, что я не поставил сразу произношение. И если там, допустим, особенно там с буквой I, 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 L, L. Билл, то я говорю, билл. А на самом деле это не так, это не I, это что среднее между I и I, был. И вот до сих пор, вот до сих пор 25 лет прошло, и первое мое прочтение идет так I, а потом я понимаю, ах, да, не надо же говорить I, Билл Клинтон, говорить Билл Клинтон. Вот как-то вот так вот, вот, и ну и я уже молчу про TH, этот звук, ну, мне совершенно не давался. И вот когда у меня внучка недавно, ну как, на два года назад родилась, и они выбирали имя, ребята, выбирайте любое имя, только что там не было TH, как Элизабет, Элизабет, никто меня никогда в жизни не поймет. Но они послушали, выбрали, Брук, Р, я тоже картавлю, ну, хоть как-то понятно, Брук, можно еще понять, вот. Вот, и вот так я изучал слова без произношения, и в конце концов, значит, у нас интервью было в канадском посольстве, ну, думаю, и на английском же, и мы пошли всей семьей, и вот приходим, мне задают там вопросы, я что-то про себя рассказываю, а он меня даже не перебивает, я думаю, наверное, здорово говорю на английском языке, что ему даже слова нечего вставить, нечего спросить. И все было бы классно, и так горжусь перед своей семьей, что как я хорошо владел английским, но, к сожалению, в конце я так бросил взгляд на ту анкету, такой опросник, который он заполнял, и заметил там на самом первом месте уровень знания английского, ноль. То есть, он просто ничего не понял за мое произношение, он просто ничего не понял из того, что я говорил. Так, ну, когда вот мы приехали в Канаду, тут тоже я пошел на местные канадские курсы, какая-то в церкви, там отставная учительница, совсем не обязательно учительница английского, может, она была когда-то учительница математики для таких иммигрантов, как я, там были 90% китайцев, 5% там Коста-Рика, еще что-то, и пару таких вот, как я, европейцев, тоже мы что-то там несколько месяцев учили, тоже как-то оно не пошло, немножко позанимался с преподавателем, это было дорого, мы тогда не могли себе это позволить, вот. И в основном, как мне кажется, я выучил язык, читая местные газеты, потому что я, по крайней мере, знал, районные газеты, я, по крайней мере, знал, понимал, о чем они пишут, там открылся какой-то новый магазин, там на какой-то улице, там перекрыли движение, то есть я хотя бы знал предмет разговора, то я как-то запоминал слова и какие-то обороты, ну и слушая новости, то же самое, вот я очень советую всем слушать новости на английском языке. Почему? Потому что, во-первых, дикторы очень четко говорят, во-вторых, есть картинка, вы видите, о чем идет речь, в-третьих, новости повторяются каждые полчаса и развиваются, сначала там, допустим, случилась авария, через полчаса говорят, в этой аварии там пострадало пять человек, еще через полчаса случилась авария, пострадало пять человек, там, и что-то там, приехала полиция, разбирается. Вот так, мне кажется, более-менее, ну из практики, как-то я английский изучил, да, но случались, конечно, казусы, они до сих пор случаются, но особенно в начале это было просто, вот я это уже 10 раз вспоминал того генерала-полковника, так вот, самый смешной произошел с ним, когда мы с ним познакомились, и он приглашал нас в гости, и я говорю, ну пусть дети твои приходят, я говорю, нет, они не придут, they are ashamed of you, я был абсолютно уверен, ashamed, что это прошлое время от shy, shy и стеснительные, я хотел сказать, что мои дети стеснительные, вот, но вместо того, чтобы сказать стеснительные, я сказал, что они, как-то сказать, даже не знаю, что перевести на русский, что они стыдятся тебя, что ты, типа, мол, такой плохой, что им стыдно за тебя, но он, конечно, был в шоке, и он так замер, well, он не знал, что сказать, а его учительница имела опыт с такими, как я, она говорит, может, ты имел в виду shy? Я говорю, ну естественно, а что же еще мы видим? Конечно, shy, стеснительные, а это такая форма, они ashamed of you, значит, они стесняются тебя, это я думал, что так сказал, вот, это было очень смешно. Интересная история, ну она постоянная, она и сейчас еще может случиться, когда я кофе, я не пью, и это плохо, может, для здоровья это хорошо, но когда я говорю кофе, то все понимают, кофе это трудно тут как-то переплыть, но я на свое несчастье люблю чай, tea, и когда я говорю tea, никто меня понять не может, в кафе, там где-то сделаю заказ, tea, мне говорят, ты знаешь, это просто лишь просто tea, а ты скажи black tea, тогда будет лучше, black tea, они вот, black tea, мне опять тот говорит, а ты скажи cup of tea, тогда они лучше поймут, cup of tea, они говорят, вот, тогда говорю apple juice, потому что apple juice, яблочный сок, но это трудно уже перепутать, вот, окей, в следующий раз прихожу в то же кафе, та же официантка, она говорит, что ты хочешь, а я потренировался дома, я говорю, black tea, ну, теперь понятно, apple juice, вот так вот это все и происходило, но особенно больше всего достает, когда по телефону часто просят проспилировать свою фамилию, ну, у меня и так фамилия Кириченко, и там еще на немецкий лад, ее там в паспорт писали, через Т, Киритченко, и вот я начинаю спилировать, K-I-R-I-T, what tea, what tea, like Toronto, like what? Ну, достает, конечно, это настроение портится, но в то же время, но в то же время, аж сам не веришь, это правда, но это правда, когда пришло время сдавать экзамен для риэлторского лайсенс, я не мог стать риэлтором, не сдав английский, там, в достаточно высоком уровне, вот, то я пошел сдавать этот экзамен, и там, помимо всего прочего, он длится то ли 4, то ли 5 часов, что-то такое, там надо было написать изложение на английском языке, сочинение, так сказать, я думаю, что 90% канадцев вы его бы не написали, потому что мало того английского, там еще по содержанию, как соотносится личная свобода с защитой общества, ну, там, как сочетаются личные права и права всего общества, что-то там такое, я что-то там такое намолотил, включая пословицу, что моя свобода махать кулаком заканчивается там, где начинается твой нос, и это все на английском, и к своему, я думал, что я буду сдавать этот экзамен раз 5, к своему изумлению сдал его с первого раза, и потом же 15 лет работал риэлтором, составлял юридические документы на английском языке, и все было нормально, никто никогда так язык не поправлял, да и по сути не очень-то поправляли, и вот сейчас, если вот мне, допустим, надо будет написать какое-то сочинение, как я провел там прошлое лето, особенно это лето вирусное, да, то я совершенно с одинаковой скоростью могу вот прямо с головы печатать текст, что на русском, что на английском языке будут абсолютно с одинаковой скоростью, хотя, конечно, на английском там какие-то грамматические конструкции будут хромать, и там мой сын посмеется, конечно, но меня прекрасно понимают, вот, и это еще одна хорошая новость, это отличная новость, собственно говоря, что канадцы никогда, русскоязычные могут посмеяться над вашим английским, я и сам такой могу, это стихидничать, мы все одинаковые, так сказать, над чем-то плохим английским, или поправить кого-то так с высоты собственного, так сказать, великолепного английского в кавычках, а канадцы никогда, как бы вы ни говорили, как бы вы ни извинялись за свой английский, они всегда скажут, да что вы, что вы, your English is great, великолепен, вот, I wish my Russian was as good as your English, я бы хотел, чтобы мой русский был такой же хороший, и они это искренне говорят, они притворяются, то есть даже если вы знаете 10 слов, канадцы всячески вам будут помогать, поддерживать вас и говорить, что вы говорите великолепно, это очень радует, это очень радует, ну вот примерно вот такие вот взаимоотношения у меня сложились с английским, если у вас они сложатся лучше, я буду очень рад, но единственное, что я хочу сказать, не думайте, что после трехмесячных курсов разговорный английский у вас будет, ну разве что, если вам 3 года, тогда будет, да, 3 года, 3 месяца, а так нет, это мне напоминает, как я видел передачу, я был потрясен до глубины души, как московских таксистов учили английскому перед чемпионатом мира по футболу, их собрали человек 500, наверное, в зале, и вышел преподаватель и говорит, это длилось там час, может быть, полчаса, повторяйте за мной, Москва, where are you going to, ну и так далее, такие какие-то простые фразы, вот эти дядьки такие пожилые, такие пузатенькие, кое-какие там, нестройными голосами тянули, и это считалось, что, отчитали, что да, мы подготовились к английскому, обучили московских таксистов причинатам мира английскому языку, вот, а теперь на такой оптимистической ноте, какое-то время там назад я объявил конкурс для канала «Алло, мы ищем таланты», и таланты, естественно, нашлись, первая была Валентина Казаченко, которая прекрасно пела, и сейчас она готовит новые песни нам спеть, Валентина, напоминаю, мы очень ждем, талантливая и очень красивая женщина, и нашелся тоже из Торонто фотограф Сергей Черенков, и вот сейчас после, вы увидите его фотографии, сделанные в несколько необычном месте, но фотографии очень красивые, мне очень понравились на кладбище в Торонто, и если вы скажете, что, глядя на эти фотографии, можно задуматься не только о фотографическом мастерстве Сергея, но кое еще о чем, я с вами совершенно соглашусь, там есть над чем подумать, и жду, когда открытся другие таланты, что бы это ни было, или кто-то умеет петь, танцевать, видео, фото, любые таланты, будем рады видеть на нашем канале, еще раз напоминаю, что в Фейсбуке вчера только создалась группа, открыл группу «Сказки о Канаде», одноименно, как этот канал называется, там уже 200 человек, очень приятно удивлен, с разных стран, с разного возраста, замечательные люди, подключайтесь, пожалуйста, к группе, ну и подписывайтесь на канал, и всем вам будет счастье, и английский придет сам собой, спасибо, пока, бай-бай, аух видерзейн! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok